Всем тихой ночи! Когда-то давно на этом канале целиком читался SCP-1461, Дом Червя. На мой взгляд, один из самых интересных SCP-объектов. В нём есть и загадка, и монстры, и исследования. В общем, всё, что нужно хорошему тексту по SCP. Пришло время к нему вернуться и узнать, наконец, его тайны, которые когда-то остались неразгаданными. А ещё я тут планирую таки, наконец, включить кнопку «Спонсировать». Даже не знаю, какие плюшки она будет давать, но постараюсь придумать что-то классное. В 1941 году где-то в Англии пропала огромная усадьба. Массивное сооружение просто взяло и исчезло, а через 11 дней появилось на прежнем месте. Но что-то с ним было не так. Фонд провёл расследование и выяснил, что сооружение принадлежало богатому лондонскому джентльмену, бывшему участником Первой мировой войны. На войне он был ранен и провёл несколько дней без сознания. А когда пришёл в себя, начал продвигать странное учение. В основе учения было отрицание лживой общественной морали. Ведь как могут говорить о морали те, кто допустил что-то настолько ужасное, как Первая мировая война? Вокруг своих идей он создал целый культ со множеством последователей, которые в течение нескольких лет собирались в его особняке. Однако вместо каких-нибудь обсуждений или духовных практик, они там что-то усердно строили. И вот в один прекрасный день звуки стройки вдруг прекратились, ведь особняк просто пропал вместе со всеми, кто там находился. Когда же этот дом снова появился, людей внутри не было. Фонд смог выкупить это здание и начал исследовать. Поначалу ничего необычного замечено не было, кроме разве того, что некогда богатое жилище было превращено в тесное общежитие, предназначенное для целой армии культистов. Однако, когда агенты фонда впервые спустились в подвал, их встретила другая армия, на этот раз монстров. Изуродованные множеством грубых имплантаций существа, лишь отдаленно напоминающие людей, бросались на оперативников фонда из темных углов, атакуя ножами и стальными когтями, которые были у них вместо рук. Бои осложнялись еще и тем, что архитектура окружающего пространства была достаточно нелогичной и не соответствовала имевшимся планам здания. Когда мог фонда не без потери смогли захватить помещение подвала, они нашли спуск на уровень ниже. Второй уровень был забит самыми разными полумеханическими монстрами, а после зачистки обнаружился новый спуск. Всего группы МОК смогли захватить 12 подземных уровней, каждый следующий из которых все менее был похож на что-то, созданное руками адекватного человека. Чем дальше, тем больше эти уровни наполнялись различными станками и трубами, а также гротестными механизмами, и все это служило лишь тому, чтобы показать, что их создатель был совершенно безумен. На 12 этаже подземелья была найдена кровать с мумифицированным мертвецом. Мертвец сжимал в своих руках дневник. На самом сайте SCP этот дневник записан в виде отдельной страницы, и это дневник бывшего владельца особняка, который рассказывает историю с его стороны. Оказалось, что после того, как этот человек был ранен на полях Первой мировой войны, он пролежал несколько дней без сознания. Тогда ему пришло видение. Он видел ужасающего монстра в виде червя, который носится над Европой, разжигая всюду войну. Когда он очнулся, он понял, что именно он должен этого червя остановить. В дальнейшем ему часто снились кошмары, в которых автор дневника видел монструозные механизмы и странные сооружения. Просыпаясь, он во всех подробностях помнил, как они устроены, и рисовал чертежи. Когда чертежи были закончены, оказалось, что это колоссальная машина, размером с многоэтажный дом. И чтобы ее построить, владелец особняка собрал целый культ. Одним он просто пообещал работу с неплохой зарплатой. Другим рассказывал, что его затея приведет людей в лучший мир. Машина должна была служить в качестве ловушки для червя. И когда она была достроена, в ее недрах действительно непонятным образом оказался этот монстр. Однако поймав существо, машина не только не прекратила работу, но и стал работать все на больших оборотах. Что привело к тому, что и сама машина, и особняк, находившийся над ней, телепортировались в другой мир. Тот мир оказался пустым и безжизненным. Все, что в нем было, это бескрайняя пустыня и туман. Не найдя в этом мире ни пищи, ни даже пригодной для питья воды, культисты устроили восстание против своего лидера, посчитав, что он их жестоко обманул. Они последовали за некой Йодорой, которая сказала, что нужно начать поклоняться червю, потому что только он может вывести людей из этой западни. Поклоняться монстру, который ненавидит людей и хочет погрузить весь мир войны. Определенно хорошая затея. Однако последователи Йодора в итоге ждало разочарования, ведь они в конце и стали теми самыми монстрами, с которыми будет воевать МОК Фонда. Сам владелец поместья собрался броситься в клетку к червю. Запись об этом намерении – это последняя запись в его дневнике, и дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Это то, что мы узнаем из самого объекта, но на самом деле эта история оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Что за червь? В чем суть этого механизма, который построил хозяин особняка? Чем был тот туманный мир, в который телепортировался огромный дом с людьми? Довольно долго на сайте SCP не было ответов на эти вопросы, пока не появился SCP-3591. Однажды агенты фонда отправились проверить очередное сообщение от человека, который утверждал, что видел крушение НЛО. На месте события люди с SCP увидели останки огромного существа, наполовину биологического, наполовину механического, отдаленно напоминающего человека. Вокруг существа был построен охранный периметр, а само оно было вскрыто и для исследования его внутренности был отправлен дрон, однако связь с ним была потеряна. Оказалось, что любая техника, которая оказывается внутри мертвого монстра, ломается по неизвестным причинам, потому, конечно же, исследовать находку были отправлены МОК, вернее отряд из четырех человек, набранный из разных других МОК, специализирующихся на разных аномальных явлениях. Странности начались практически сразу, потому что оказалось, что разные бойцы видят на месте крушения немного разное. Один заявил, что видит гигантского мертвого человека, второй сказал, что перед ним разбитый корабль пришельцев, третий заявил, что перед ним вход в пещеру, а четвертый вообще пустился в сложные философские объяснения, в духе истины где-то рядом. Эффект не прекратился, даже когда группа вошла внутрь. Пока один считал, что находится внутри огромного трупа, второй видел вокруг себя сложные наземные устройства. Затем связь с группой прервалась, а позже МОК выбралась из существа без большей части своего оборудования, ничего не помня о событиях после потери связи. Через некоторое время была собрана вторая экспедиция, которая вошла в другую часть объекта. Она столкнулась с той же проблемой, каждый ее участник видел что-то свое, однако теперь тот член МОК, который раньше пускался в философские размышления, сказал вполне определенную вещь, что это космический корабль, который построен как многомерная структура, большая часть которой лежит вне нашего трехмерного мира. Что вообще неудивительно, ведь этот конкретный боец был из той МОК, который обычно исследует библиотеку странников и подобные ей миры, а такой дичи там хватает. Третья экспедиция принесла более ощутимые результаты, потому что группа МОК вытащила из объекта гуманоида, находящегося в коме, который при ближайшем рассмотрении оказался человеком из параллельного мира. В одном из комплексов фонда он пришел в себя, и конечно же его допросили. Оказалось, что он очень хорошо знает, что такое фонд SCP и чем он занимается, при этом его ответы по поводу объекта по большей части были уклончивы и неинформативны. На вопрос, что же такое SCP-3591 он не ответил, заявив, что мол вы все равно ничего не поймете, и привел странную аналогию с тем, что муравьи не поймут, что такое человек, если будут разглядывать след ботинка, который остался на их муравейнике. Зато он внезапно решил поведать, что же такое червь. С его слов, червь это оружие, которое используется в битвах, лежащих вне человеческого понимания. При этом его появление это не атака таких существ на землю, а что-то вроде шальной пули, которая видимо не достигла изначальной цели и случайно упала на голову людей. В предопросе этого человека им была упомянута такая вещь, как проект Чистокол. Что такое проект Чистокол? Проект Чистокол это довольно большой набор текстов по SCP, повествующий о том, как тот фонд, что считает себя оригинальным, пытается манипулировать временем и пространством во всех других параллельных мирах. Да, у нас тут мультивселенная в SCP, бесконечное множество параллельных миров, и в одном из них существует фонд, считающий свой мир оригинальным и эталонным, а все остальные как бы отклонением от этой нормы. О сюжете Чистокола, конечно же, нужно рассказывать отдельно, потому что там очень много всего. В рамках этого видео скажу лишь, что так называемый оригинальный фонд проводил испытания аномального оружия, в результате чего сама реальность в каком-то мелком параллельном мире была повреждена. Главным результатом этого события стало то, что через образовавшиеся в ткани реальности дыры, в сам этот мир начала проникать сущность, которая эти дыры старательно расширяла, пока не разорвала маленький мирок в клочья. Это и был так называемый червь. Червю этого оказалось мало, и он начал свое путешествие по реальностям. В одной из них он приходит на поля сражений Первой мировой войны, с чего начинается сюжет SCP-1461 «Дома червя». Кстати, помнится, по лору SCP-106 «Старика», в той версии, где он капрал Лоуренс, он стал SCP-объектом, когда залез в пространственный разрыв, где-то в окопах Первой мировой. Такая вот возможная взаимосвязь. Так или иначе, исследование червя и его свойств, а также поиск возможных путей его содержания, изначальный фонд сделал своей главной задачей. Об этом когда-то будет отдельное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok